Здравствуйте, дорогие мои друзья! Это магазины в Лондоне. Сегодня будет два магазина. Вы увидите все интересное и то, что видела я на этих выходных в субботу. Было очень интересно, потому что в этом магазине я не была очень давно. И случайно сюда попала. Вот, какую красоту я увидела. Посмотрите, мне сразу в глаза кинулась вот эта вот тарелка. Она яркая и красивая. Такие цветы, ну все, что мне нравится. Я начала к ней присматриваться, потому что редко такое бывает. Взяла в руки, посмотрела. Она довольно-таки больших размеров. Вы сами это видите. И понравилась мне. Видите, какой рисунок. И с обратной стороны клеймо. Клеймо было мне незнакомо. Я не знаю, что это за такое клеймо. Спрашиваю у продавцов. Они тоже не знают. Но трудно догадаться. Но мы еще эту тарелочку рассмотрим у меня дома. Когда я ее сняла уже у себя дома. При таком дневном свете, а не в магазине. А тут я ее все-таки рассматриваю. Мне нравятся цветы. Мне нравятся птицы. И в целом вот этот магазин. Посмотрите, какие полки там. Вот я вам приблизила. Они очень красиво оформлены. Уже скоро Рождество. И каждый из магазинов старается как-то украсить свои полки по-особому. Смотрите, какие корзинки здесь различные керамические. И сервизы. И все полочки заполнены различными предметами. Цветы искусственные. Рамочки для фотографий. И бокалы различные. Хрусталь. Цветы опять искусственные. И вот чайно-кофейные пары. Вот эти вот белые простенькие. А вот эти вот я сразу заметила, что это что-то особое. Посмотрите, какая интересная работа. Эти чашки были очень интересные. Я тоже к ним присмотрелась. Конечно же, я их купила. Хотя на них нету клейма. Только вот номер. И надпись Иви. И вот я тоже все в раздумьях, что это за такие чашечки. Но тоже вы их в конце видео посмотрите у меня дома. Потому что здесь они сняты мельком. И вот такие вот тарелочки. То есть было две чашечки и две тарелочки. Они очень редкие. Я никогда ранее таких не видела. И ничего подобного тоже ранее я никогда не видела. Вот такие они. Видите, здесь такие рельефы. И рисунок не простой, а тоже такой рельефный. Смотрите, как я вам оборачиваю. Посмотрите. И цвет тоже такой осенний. Коричнево-оранжевые тона. И какие рельефы. Какая ручка интересная. Но вы еще присмотритесь. Потому что чашки оказались разные. В магазине я этого не заметила. Там мельком просто посмотрела. Понравилось. И я поняла, что это что-то необычное. Такое, чего раньше никогда не было. И надо его покупать. Вот как красиво они смотрятся с этими анемонами искусственными. Очень красиво оформлено здесь. Магазин и подсолнухи. Видите, какая красота. Вот заходишь, тебе все нравится. А вот недалеко тоже и украшения были. Я решила это все вам заснять. Потому что так вот мельком просто, чтобы вы посмотрели. Вот выбор тоже есть. Но я детально не снимала. Если вам интересно, пожалуйста, напишите. Я вам сниму детально вот что есть. Какие цены. Более детально. Это так мельком я сняла. И броши есть. И кольца там разные. И серебро. И бусы. Вот посмотрите, бусы там различные. Ну, всякое разное. Такой вот был первый магазин, друзья. В этом магазине я купила эту тарелку и чашечки. Это уже второй магазин. Вот эти ложечки посеребренные. Они специально для ягод. Такие Berry Spons. Они очень редкие. Они довольно-таки дорого стоят в интернете. Здесь они очень такие хорошенькие. Их было 4 штучки. Обычно они, я смотрела уже на eBay, продают в коробочках по 2 штучки. То есть здесь хорошее предложение было. Сразу нужно было иметь 4 штучки. И я вот, я купила эти ложечки. И с этого не делал никакой секрет, друзья. Вот посмотрите, что еще было в этом магазине. Ложечки я сразу же взяла с собой, чтобы никто их не забрал. Потому что они редкие и очень хорошие. Вот посмотрите, какой цветок. Цветок тоже как мурана. Но это не мурана. Это что-то наподобие мурана. Но такой стеклянный, красивый. И вот эти вот трио. Это Англия, это Парагон. Вы посмотрите. И вот такой рисунок. Серо-зелено-желтый, белый. Это очень такой популярный тон, который любят англичане. Они не любят такого яркого какого-то. Они любят вот такие спокойные тона. Вот эта чашка тоже интересная. Посмотрите, какая. Видите, какая ручка. Вот так просто интересно посмотреть. А вот тоже рисуночек такой интересный. Товарищ вот. Она современная, но сделанная так оригинально. И масленка там рядом. Видите, какая. Это шкатулочка. Шкатулочка Эйнсли. Да, красивая тоже. Тарелочки японские. Целый набор, целая коллекция. Четыре штучки. Помните, на рынке я вам показывала четыре штучки. Она хотела 10 фунтов. Здесь немного подороже стоит. Но это в чарите магазин, а не рынок. Вот эти ложечки я с собой беру сразу, потому что, чтобы кто-то не забрал другой. Вот, давайте смотреть дальше. Что было еще? Этот магазин такой хороший. Тоже здесь все очень красиво разложено. Светлый магазин. Полки красивые. Вот такой голубой сервиз. Блурок называется. Тоже такое интересное название. И хрусталь. Видите, вот эти бокалы вообще в коробке продаются. Они даже не использованы. Вот так вот, прям в коробке. А если и пользовались, может, один-два раза. То есть, абсолютно новые. А эти уже так, без коробок. Но тоже хрусталь здесь очень красивый. Очень такой неиспользованный. Вот эти вот креманочки, такие красивые были с ягодами. В целом, вот так вот смотрятся полки. Еще есть картины. Картины тоже я всегда рассматриваю. Люблю их. Ну, так вот просто посмотрела. Здесь были вот такие разные. На верхней полке вот этот, смотрите, кобальт. Да, очень красиво смотрелась эта полка. Я поняла, что это английские тарелки. Даже не стала рассматривать клеймо. И подумала, это тоже какая-то английская ваза или китайская. Так вот беру в руки. И опа! Меня удивило клеймо. Смотрю, скрещенные мечи. Думаю, что это такое. Читаю надпись Бавария. Думаю, ну, конечно же, это не Мэйсон. Но что-то наподобие Мэйсона. Как будто бы Мэйсон начал заниматься выращиванием роз, если так образно говоря. Потому что розы, скрещенные розы. Но потом на Эбе я нашла такую же вазу. Здесь она стоит 5 фунтов. На Эбе за нее уже хотят 35. Вот такая же ваза с таким же клеймом. И такая вот история этой вазы. В целом, вот такие вот полки магазина. И вот так вот еще раз засняла эту полку на память, потому что было очень красиво. Это я уже дома пришла. Купила эти пары. Очень красивые. Вот показываю вам первую чашку. Посмотрите, какая это первая чашка. Присмотритесь к рисунку. Это ветка с цветами. То есть цветочная такая. Видите, цветущая ветка. Как будто бы весной блоссом. Да? Вот просто веткой и с тарелочкой. Смотрится вот так вот. Она тоже, эта чашечка рельефная. Красивая. Видите, рельефы какие. Так, это уже вторая чашка. И это уже фрезии. Видите? Это уже совершенно другой рисунок. Цвета те же. И если ты не присматриваешься так по-быстрому, я в магазине даже не поняла, что они разные. То есть это такой, как бы, набор из двух чашек. Они в одинаковом тоне, но различные рисунки. Тоже здесь рельефы. И там, где блоссом, тоже рельеф. То есть возле ручки они одинаковые. Но так рисунок другой. Тарелочки тоже. Две тарелочки различные. Не одинаковые. Они идут такие гофрированные. Видите? И тарелки гофрированные. И чашки гофрированные. Такие очень интересные. И фарфор очень легкий. Он такой, прям таки блестящий. Такой прозрачный. Видите, как вот исполнено. Я показываю вам, какая ручечка. Еще раз снизу, что написано. Там есть номер и Иви. Слово Иви. Да, вот смотрите, как. Какая здесь идет волна по всей чашке. Такие, такие они рифленые волны. Красивые чашечки. Это уже тарелочку вам показываю. Тоже тарелочка интересная. Я пересмотрела уже весь интернет. Так же, как и чашки. Чашки я смотрела. Я вот не рассказала вам. Чашки я смотрела. Все мануфактуры, которые только могла. Что-то подобное есть у Херрента. Но это не такое. Но что-то наподобие такого рисунка. И тоже такое исполнение похоже. Но я не думаю, что у меня Херрент. Это что-то английское. Но что, не знаю. И вот такая вот история. Я уже... Вначале я подумала, что это вообще японская какая-то чашка. Потому что она очень тонкая. Но нет, это не Япония. Сама надпись Иви говорит о том, что это что-то европейское. А вот с тарелкой та же история. Тоже я вначале подумала, что она японская. Потому что вот это вот клеймо такое интересное. Насколько я не пересмотрела японских и китайских тарелок. Я не увидела ни одной такой с таким вот точно синим фоном. Этот синий фон такой как будто бы присыпан пудрой. Он называется Pau de Blue. И такой вот тон синий я нашла в интернете у компании Spouty Copeland. А также у Ворчестер компании. Но, конечно же, клеймо там совершенно другие. Что же это за клеймо, друзья? Если вы знаете, пожалуйста, подскажите мне. То есть я стою у раздумья. Это и не Япония, потому что идентичных я не нашла. И это и не Spout, и не Copeland. Потому что тоже клеймо как будто бы им не подходит. Я буду вам очень благодарна, если вы в своих комментариях напишите, что вы думаете об этом всем. И я вам благодарна за то, что вы посмотрели это видео. Будут еще новые видео из Англии. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok